Всем привет, мои дорогие друзья! Сегодня я вам покажу, подробнее расскажу про мой подарок от Алины Смешко, куколку Тильду, которую зовут Алексис. Но я думаю, не все мои маленькие подписчики знают, что такое Тильда Долл. И поэтому я немножечко вам расскажу, такая небольшая краткая информация про эти куколки. Тильда, это куколка, зверек или просто декор интерьера, выполнена норвежской художницей Тони Финнагер. Игрушка Тильда выполнена в примитивно-тряпичном стиле, очень популярной в Европе и с недавних пор в странах СНГ. Увлечение Тони началось еще с того момента, когда она работала в небольшом магазине игрушек Handmade. Вообще она мечтала стать писательницей и рисовать небольшие арты для книг. Но получилось так, что благодаря тому, что ее окружало много игрушек, которые в принципе были сделаны руками, ей пришла в голову такая идея, как сделать куколку и назвать ее Тильдой. Так она совместила свои увлечения, стала делать игрушки и стала писательницей. А в 1999 году она открыла свой собственный магазин под названием Тильда. Потом она начала сотрудничать с двумя издательствами и уже позже заключила контракт с одной знаменитой фирмой и стала издавать Тильд по всему миру. Фактически Тильда это любая игрушка, выполнена по эскизам Тони. То есть это может быть как зверек какой-то, игрушечка или даже просто подушечка, но с какими-то интересными смайлами или улыбками, глазками в стиле Тони. Я вам назову самые главные признаки игрушек Тильд. Личики и мордочки Тильд довольно-таки условные. У Тильд крошечный рельефный нос, близко посажены глазки узелки черного цвета и румяне. Второй признак у кукол Тильд всегда растрепанная шевелюра. Это могут быть косички или хвостики. Третий признак обычно куколки Тильды пухленькие, а вот у зверьков такие плавные силуэты. Еще одним признаком является то, что цветовая гамма более-менее спокойная, но все-таки насыщенная. Ну и еще одним главным признаком является то, что Тильды игрушки более-менее лаконичны, у них нет излишек. Тильда очень женственна и нарочно-безупречна. У нее собственный взгляд на красоту. По словам самой создательницы Тони, миру Тильд чужд серьезный взгляд на жизнь. Они скорее всего спасение от рутины. Ну а теперь я с удовольствием вам покажу мою первую Тильду, которую мне подарила моя подруга Алина. Как вы видите, она выполнила все просто безупречно и все продумано. Коробочка выполнена в двух цветовых гаммах черно-белой. Обшита лентой атласной, белый в черный горошек и наоборот черный в белый горошек. Здесь же идет нарпись Тильда долл. На красной атласной ленточке белый горошек написано моему лучшему другу. Ну что же, я открою коробочку и вы увидите, что внутри Тильда привязана и довольно-таки большая куколка. Внутри все обшито тканью с искусственным мехом. То есть все настолько аккуратно, красиво и нежно Алиночка все выполнила, что просто заставляет умиляться. Вот такая большая девочка. Глядя на ее мордашку, мы можем увидеть черные глазики-бусинки и небольшой румянец. Ее маленькую головку покрывает искусственные волосы черного цвета с волной. Алиночка заплела ей косичку и перевязала ее белой атласной лентой. Из белой атласной ленты сделан еще ободочек с бантиком. В ушах, которых нет у Тильды, красуются белые сережки из бисера. Эта куколка выполнена в испанском стиле, мне так кажется. И зовут ее Алексис. На шее у нее является черное украшение в виде черного бантика из атласа. У кукол Тильд очень тонкие руки и поэтому очень тяжело их набивать. Но у Алиночки это получилось просто замечательно. Как вы видите, основа, то есть как бы ее тело, выполнено бежевым цветом. А наряд из атласа и гипюра. Черного, красного и красного с белым горошком. Рукава и пояс выполнены из черного атласа в белый горошек. Верх платья красным атласом, но прошито прямо на тело Тильды. То есть это платьице вы не снимете. И юбка многослойная. Верхний слой из черного гипюра, потом идет большая юбка из красного атласа с пришитой черной атласной ленточкой белый горошек и также черный гипюр. Поднимаем и видим белую атласную ткань и внизу также прошита атласной красной лентой широкой белый горошек. Теперь давайте я подниму эту юбочку, чтобы вы могли обратить внимание, как выполнено тело. Не думайте, что здесь должны присутствовать какие-то особые пропорции. Ведь куколки Тильды, они вообще должны быть пухленькими. А вот у Алиночки выполнена она просто безупречна. Верх получается красный, а ножки белые и довольно-таки длинные. Для того, чтобы куколка Тильда могла сидеть, ножка до колен набивается, потом прошивается нитью, пропускается буквально 2 см. Для того, чтобы она могла сгибать ножки. И дальше также набивается ее остальная часть ног тем материалом, который выбирает мастер. Обычно это может быть даже вам. Как видите, Алиночка выполнила как будто ножки, у нее одеты в чулочки или же в панталончики. Внизу присутствует белый гипюр и белая атласная лента с бантиком. На ножках просто великолепные туфельки, но моя дочь назвала их фуанты. Ну, они правда очень похожи, черного цвета из атласа и миленький черный атласный бантик. Вот такая красотка у меня появилась. Я ее очень люблю. Это очень нежная такая куколка и особенная моему сердцу. Но это еще не все. Как любой дизайнер, как любой мастер своего дела, Алиночка также приложила и такие карточки. На одной из карточек нарисована Алексис и написано, что это Алексис. То есть первый ее арт, первая ее фотография. На втором Тильда Долл. И на третьей карточке это как бы визитная карточка Алины, на которой написано Handmade by yours essay. То есть Алиночка, мне кажется, тебе стоит задуматься над тем, чтобы делать таких кукол побольше и на продажу. Мне кажется, они настолько скоро станут популярными, что они будут просто разбираться. Кстати, забыла упомянуть, что на ручках Алиночка еще сделала гиперовые черные перчатки с маленькой атласной красной ленточкой. Итак, эта куколка дорога моему сердцу, но также очень нравится моей дочери. Она ею играет и с ней ничего нет. Как вы видите, куколка в очень хорошем состоянии. Это значит, что куколка выполнена на славу и очень качественно. Я еще раз хочу поблагодарить Алиночку за столь просто замечательный подарок. И всем, кому интересны работы Алины, я оставлю все ссылки под видео. А вам всем хочу пожелать таких же хороших, добрых, верных друзей, какие есть у меня. Это вы, такие как Алина и много других. Также хочу пожелать вам счастья, удачи, мирного неба над головой. И до скорого! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok